Несмотря на теплую октябрьскую погоду, зима не за горами, с наступлением холодов, расположенный в социальном приюте на улице Шаура 23, ночной приют, переходит на зимний режим работы с 18 часов до 8 утра. Пока здесь немноголюдно, но в морозные дни хлопот у работников заметно прибавляется. В прошлом году услугами ночного приюта воспользовались 185 человек, а на 1 октября нынешнего года – 118, преимущественно люди без определенного места жительства. Тут они могут поесть, помыться, переодеться, посмотреть телевизор, почитать, получить медицинскую, а также помощь в оформлении недостающих или утраченных документов. По социальной программе «Горячее питание, здоровая среда» здесь уже третий год работает суповая кухня. В этом году в ночном приюте был сделан косметический ремонт, и помещение готово к приему постояльцев. Дополнительные возможности появятся после ремонта душевых в социальном приюте. Если число клиентов ночного возрастет, то помыться они смогут в новых душевых социального приюта. Единственное требование – соблюдать установленные правила пребывания в ночном приюте. В ночной приют не принимаются клиенты в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии видимого алкогольного опьянения. Приходят клиенты с педикулезом и с белевыми вшами. И если клиент отказывается обрабатываться, мы тоже его не принимаем в ночной приют. Наши медсестры рекомендуют обратиться к клиентам, пройти рентген и обратиться к дерматологу. Клиенты прибывают сюда разными путями, но исключительно добровольно. Одни приходят сами, других доставляет мобильная группа полиции и самоуправления во время совместных рейдах со специалистами управления социальных дел или ежедневного патрулирования города. Лиц безопределенного места жительства или склонных к бродяжничеству, попрошайничеству часто находят возле супермаркетов, администрация которых по каким-либо причинам не обеспечивает надлежащего порядка. С нарушителями общепринятых правил не миндальничают. За курение на детской площадке составляется протокол и пожалуйте на комиссию. С остальными, как правило, ведутся профилактические беседы. Информируют их о возможности получить социальную помощь, о возможности поехать в Накцпатверсме. Если они соглашаются, их туда доставляют. Но очень часто они отказываются туда ехать. В 2014 году мобильная группа полиции и самоуправления в Накцпатверсме отвезли 7 персон. В 2015 году до 19 октября 12 персон. Если бы в полиции и самоуправления действовала вторая мобильная группа, работа могла бы производиться более эффективно. Также очень много ситуаций, когда люди, персоны находятся в сильном опьянении, не могут самостоятельно передвигаться. В таких случаях их отвозят в палату детоксикации. Обычно в таких случаях сотрудники полиции и самоуправления не встречают сопротивления. Во-первых, наверное, потому что действуют спокойно, тактично и вместе с тем уверенно. А во-вторых, бедолага и сам понимает, что в общественном месте, коим несомненно является городской железнодорожный вокзал, вести себя надо достойно. Полиция и самоуправления просят горожан сообщать о фактах нарушения общественного порядка по телефону 654-21-500. Своим активным участием мы можем помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию или предотвратить противоправные действия.